Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Макаренко. Конец мая – самая долгожданная для школьников пора. Тепло, нет занятий и можно целый день проводить на улице. Но именно в это время на дорогах края особенно увеличивается аварийность с участием детей. О том, как не попасть в аварию и чему нужно научить ребенка, говорим сегодня с начальником отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула Геннадия М. Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте! Геннадий, ну расскажите, какова в целом картина на дорогах Барнаула, сколько аварий с начала года произошло, есть ли жертвы? За 4 месяца на дорогах города Барнаула произошло 45 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 46 детей пострадали. Из них 21 ребенок являлись пешеходами, получили травмы, переходя дорогу и по пешеходному переходу 13 человек переходили, получили травмы. Остальные во дворовых проездах. И 24 ребенка у нас пострадали в качестве пассажиров. Один ребенок велосипедист уже. Геннадий, если проанализировать все эти аварии, то скажите, что чаще всего становится причиной аварии именно с участием детей? Если рассматривать конкретные случаи, вот ДТП на пешеходном переходе, то здесь дети, как правило, бегут через дорогу. Ну это объясняется их психологией. А водители не успевают вовремя среагировать, остановить автомобиль и допускают наезды на пешеходов. Поэтому здесь нужно, мы всегда детям объясняем, когда проводим с ними беседы, нужно убедиться в безопасности своего перехода, что водитель видит и останавливается, пропускает, только после этого шагом переходить дорогу. Ну и особенно опасно это переезжать на велосипеде по пешеходному переходу. Вот вы сказали, мы все время объясняем детям какие-то такие вещи, да, правила дорожного движения. На ваш взгляд, с какого возраста нужно проводить беседы с детьми или может быть все-таки основной упор нужно делать на воспитание родителей? Ну, с рождения нужно воспитывать ребенка. Его же учат ходить, и он уже становится пешеходом. А пешеход должен соблюдать правила дорожного движения. Поэтому, в первую очередь, родители должны показывать пример дисциплинированности на дороге. Переводя ребенка через дорогу, рассказывать о правилах. Вот, смотрите, зеленый сигнал загорелся, посмотрели по сторонам, идем через дорогу. Машины нас пропускают. Ребенок это все запоминает и в дальнейшем поступает так же. Но когда родители спешат на работу или куда-то в садик быстрее отвезти ребенка нужно, бегут через дорогу на запрещающий сигнал светофора, это же, конечно же, неправильно. Ребенок это может подумать, что так-то все-таки можно поступить. Сами родители виноваты во многом, да? Во многом, да. Это поведение родителей, это лучший пример для ребенка. И даже все вот эти наши усилия, которые мы проводим, и акции, и всякие различные беседы, и в школах у них занятия по правилам дорожного движения, все они могут сойти на нет, если родители будут показывать отрицательный пример. Геннадий, ну вот вы уже коснулись темы школы, воспитания в школе. Я знаю, что практически в каждом учебном заведении проводятся классные часы, есть уголки, посвященные правилам дорожного движения. Но вот все-таки в целом, насколько эффективны такие методы, методы воспитания? Ну, конечно, их надо проводить, эти мероприятия, особенно перед каникулами школьными. Мы всегда проводим акцию «Внимание, дети!». Все сотрудники ГИБДД посещают школы, за каждой школой у нас закреплен сотрудник, проводят беседы с детьми, выступают на родительских собраниях. Мы особенно сейчас акцентировали внимание на родителей, с которыми нужно тоже проводить определенную работу, и посещаем, пытаемся посетить все родительские собрания. Какие-то разъяснения даете родителям? Конечно, да, разъяснения родителям именно в том, чтобы как научить ребенка вести себя безопасно на дороге во время каникул, в свободное время, потому что дети будут большинство предоставлены сами себе. Не у всех будет возможность родителей отправить куда-то там оздоровительный лагерь, пришкольный лагерь, где они будут под присмотром. Они будут самостоятельно проводить весь день. Ну вот вы правы в том, что модель поведения во многом детям задают сами родители. Неоднократно наблюдала картину, как мама с коляской или с маленьким ребенком, который уже ходит, переходит дорогу в неположенном месте. Вот на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы родители перестали вот так поступать? Вводите штрафы более ощутимые? Или, может быть, какие-то другие находить способы и меры, чтобы повысить именно культуру родителей? Ну, в настоящее время для пешеходов существует штраф 500 рублей. Я думаю, ну, все равно, если вот такую маму оштрафует инспектор в присутствии ребенка, конечно же, не очень так корректно было бы, но зато ребенок запомнит, что все-таки так делать не нужно. И мама в дальнейшем будет вести себя более дисциплинированной на дороге. Ну, а на родительских собраниях, я еще раз повторюсь, мы показываем видеоматериалы с дорожно-транспортных происшествий, какие их последствия, чтобы родителям как бы было доходчивее. И все-таки они восприняли наши слова и поступали как нужно, как правильно. Вот скажите, в летний сезон будут дежурить экипажи ДПС вот в самых опасных местах? Обязательно. В местах, где у нас, например, парки, притяжение детей, большое посещение, детские какие-нибудь учреждения, куда будут дети приходить, проводить там досуг свой, в тех местах на пешеходных переходах будут дежурить инспекторы ДПС. Спасибо, Геннадий, большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня мы беседовали с начальником отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула Геннадием Кузнецовым. До свидания.